Туроператор «Жемчужная река» продавал билеты на несуществующие рейсы. Это стало известно после того, как более тысячи российских туристов застряли на острове Хайнань. Правоохранительные органы начали расследование по признакам мошенничества. Что ждет туристов, которые купили билеты через туроператора в репортаже Аллы Баковкиной. На острове Хайнань, по разным сведениям, сейчас от 160 до 300 жителей Хабаровского края. Все они клиенты туроператора «Жемчужная река». 7 декабря тем, у кого отпуск уже закончился, объявили, что домой они не полетят. Авиакомпания «Ираэра» приостановила чартерные рейсы из-за долгов туроператора. Только после вмешательства Ростуризма отпускников начали возвращать на родину. В Хайку возили гиды людей в отделение скорой помощи за инсулином, потому что это правило Китая, его не продают нигде. Долг «Жемчужной реки» перед перевозчиком – 2 миллиона долларов. В Ростуризме собрали экстренное совещание. Договорились о том, что авиакомпания все-таки выполнит обязательства перед туристами. Между тем, выяснилось, что не у всех пассажиров есть обратные билеты. Об этом сообщили федеральные СМИ со ссылкой на Росавиацию. На Хайнань продавали билеты на рейсы авиакомпании «Пегасфлай», которая не летает туда с ноября. По сути, это фальсификация документа. 230 человек остались без билетов на обратный путь. До сих пор также неясно, чего ждать тем, кто на этой неделе планировал уехать на китайский курорт. Здесь, конечно, все это решается, я насколько понимаю, сегодня-завтра. Никаких уведомлений на сегодняшний день хабаровские агенты от туроператора не получали. Но мы думаем, что по крайней мере сегодня или завтра какое-то уведомление от туроператора они должны однозначно получить. По оценкам Российского союза туриндустрии, «Жемчужная река» продала на Хайнань от 5 до 10 тысяч путевок, в том числе на новогодние выходные. Ростуризм направил обращение в адрес Генеральной прокуратуры России, МВД и Роспотребнадзора с просьбой дать правовую оценку действиям туроператора.